Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 29 выздоровевших за сутки. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Весна 45-го. В нашем городе завершается подготовка к военно-историческому фестивалю. Самое опасное природное явление. Как правильно укрыться от грозы и молнии? Далее расскажем обо всем подробно. Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 202 тысячи и превысило 11 миллионов 300 тысяч. Всего скончались более 530 тысяч пациентов. Власти Израиля частично вернули ограничительные меры, снятые в конце мая. Правительство утвердило ряд ограничений, которые затронут целые отрасли экономики. Принято решение немедленно закрыть бары, клубы, бассейны, тренажерные и концертные залы. В ресторанах ограничили число посетителей. В автобусах запретили кондиционеры. Синагоги не закрыли, но количество молящихся должно быть минимальным. Государственные ведомства обязаны перевести не менее 30% сотрудников на работу из дома. В России с начала пандемии зафиксировано более 690 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Почти 10,5 тысяч человек умерли. Свыше 463 тысяч выздоровели. На коронавирус протестировали более 21,5 миллионов россиян. По числу зараженных наша страна находится на первом месте в Европе и на четвертом месте в мире после США, Бразилии и Индии. В Нижегородской области подтверждено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Впервые с начала пандемии число новых больных не превысило 200 человек. Всего в регионе зафиксировано чуть более 19 тысяч зараженных. Справились с болезнью и вылечились 12 700 нижегородцев. Более полутора тысяч человек лечатся в больницах. За сутки в Сарове зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. А выздоровели 29 человек. 45 саровчан проходят лечение в стационарах. Из них 39 госпитализированы в инфекционное отделение клинической больницы номер 50. Четыре человека лечатся в Приволжском окружном медицинском центре. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Еще два горожанина находятся в 23-й инфекционной больнице Нижнего Новгорода. На карантине под наблюдением медиков остаются 217 саровчан. За сутки на коронавирус было сделано 295 исследований. Испытание вакцины от коронавируса началось в России несколько недель назад. Эксперименты проводятся на добровольцах. И пока они чувствуют себя хорошо. Исследования препаратов планируется завершить до конца июля. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы обратились к горожанам с вопросом. Согласились ли бы они стать участниками клинического исследования за деньги. Треть участников опроса дали бы свое согласие, если были бы уверены, что эксперимент не навредит здоровью. Категорически отказались 66% опрошенных. Лишь 4% нажали на кнопку «Да». Субсидии на средства индивидуальной защиты. С середины июля предприниматели могут получить деньги на поддержание санитарно-эпидемиологических требований. Заявления принимаются через налоговую службу. Подробнее о положенных суммах, сроках подачи заявлений и выплат расскажем в следующем репортаже. С 15 июля предприниматели, которые напрямую работают с клиентами, смогут получить субсидию налоговой службы на средства индивидуальной защиты и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Организации получат по 15 тысяч рублей и по 6,5 тысяч рублей из расчета на каждого сотрудника. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных сотрудников, он получает 15 тысяч рублей. Если индивидуальный предприниматель или организация, обязательно включенная в реестр МСП, имеет наемных сотрудников, то для расчета берется численность сотрудников за май текущего года. Заявление на финансовую поддержку можно отправить на электронную почту налоговой или через личный кабинет плательщика с 15 июля до 15 августа 2020 года. Среди тех, кто может получить компенсацию, некоммерческие организации дополнительного образования, предприятия физкультурно-оздоровительной сферы, гостиничного дела, ателье, мастерские и салоны красоты. Салоны красоты какие-то работают. В соответствии с указом губернатора, выполнили определенные условия и смогли открыть свои двери. Есть салоны красоты, которые не работают, ждут перехода на второй этап. Но, тем не менее, такие предприниматели тоже могут получить эту субсидию, поскольку после открытия им в любом случае придется выполнять эти требования, приобретать дополнительное оснащение, средства индивидуальной защиты. Также продлили сроки предоставления компенсации с городского бюджета на зарплаты сотрудникам. Предприниматели могут подать заявление до конца июля и получить средства за период с 28 марта до 30 июня. Подробную информацию по условиям получения субсидий можно узнать в Центре поддержки предпринимательства по телефону 992-63. В областном онкодиспансере открылся консультационный центр. Теперь пациентам из городских и районных поликлиник будет проще попасть на прием к специалистам. Оставить заявку на обратный звонок консультанта можно через портал госуслуг. Консультант перезвонит и при необходимости запишет на прием в онкодиспансер. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Номинал сертификата составляет 470 тысяч рублей. Спасатели предупреждают, ближайшие несколько дней будут действительно жаркими. Сейчас на территории нашего города действует третий класс пожарной опасности. В связи с этим повышается вероятность возгорания лесов и торфяников. В региональном управлении МЧС убедительно просят граждан не сжигать мусор на своих садовых и дачных участках, не разводить костры в лесах, а при обнаружении даже самых малых возгораний немедленно звонить пожарным. Весна 1945-го под таким названием пройдет военно-исторический фестиваль в Сарове 26 июля этого года. Подготовка к мероприятию уже близится к завершению. Организаторы фестиваля на месте будущей реконструкции рассказали о том, что увидят зрители. Подробности далее. Окунуться в прошлое и воочию увидеть сражение Великой Отечественной войны смогут жители и гости нашего города на фестивале «Весна 1945-го». В этом году традиционную реконструкцию перенесли с 9 мая на 26 июля. На фестиваль заявились почти 300 участников с разных уголков страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калининграда и Нижнего Новгорода. На взгорке, с амфитеатром. Кроме того, мы подготовим территорию, сделаем покос, чтобы там не было никаких ни насекомых, ни животных. Соответственно, будут выставлены обязательно палатки и вода для того, чтобы могли люди от солнца укрыться и попить. Члены военно-исторического клуба закупили необходимые материалы для декорации и пиротехнику, подготовили костюмы. Организаторы продумали сценарий уже больше года назад. Район 4-го столба, район, если начинать, раз, два, три, четыре, там будут немецкие позиции. Это, грубо говоря, город. Поскольку реконструкция называется весной 45-го, это понятно, что территория Германии. Захваченная карта у немцев мы ее отобрали уже заранее. И, значит, позиции. Возвращаются немцы на свои, как бы бегут, отступают, они возвращаются к своим позициям. Ну и, соответственно, Красная Армия их догоняет и вступает, конечно, в бои. И это вот вкратце, чтобы как бы не выдавать всех секретов. В рамках фестиваля будет функционировать полевая кухня, а также пройдет демонстрация военных атрибутов 17-го века от участников из Нижнего Новгорода. Они покажут свое оружие, покажут обландирование, постараются детей развлечь немножко. В этом году, к сожалению, мы свою детскую полосу препятствий не ставим, потому что все-таки связано все с пандемией. Тем, кто хочет помочь с установкой сооружений и поучаствовать в реконструкции, можно обратиться к организаторам через официальную группу Военно-исторического общества 1945 ВКонтакте. Фестиваль пройдет 26 июля. Интерактивные площадки будут доступны с 11 часов. Реконструкция начнется в 16 часов. Без возрастных ограничений. Два с половиной километра – это средняя длина молнии, а ее сила может составлять от 10 до 100 тысяч ампер. Когда в облаках или между облаками Земли образуются такие гигантские электрические разряды, это уже гроза. Опаснейшее для человека природное явление. О том, как вести себя в грозу, чтобы остаться в живых, расскажем в следующем репортаже. Отделался ожогами. После прямого попадания молнии, по суровой статистике, человек, как правило, погибает. Но 16-летний вратарь подмосковного клуба «Знамя труда» Иван Забаровский выжил, и его здоровью ничего не угрожает. Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца. Вероятность поражения человека может составить примерно 1 к 600 тысячам. При этом треть пострадавших примерно погибает на месте, а выжившие получают серьезные повреждения. Случай с Иваном произошел в минувшие выходные. И эта история с хэппи-эндом скорее исключение из правил. Лучше всего обезопасить себя, соблюдая ряд несложных правил. Если есть возможность от деревьев отойти, мы отходим от них во время урагана. Если у вас имущество под деревьями находится, лучше уберите, потому что или дерево может сломаться, или ветки посыпаются. И имущество попортят. Коммуникация, провода, стекла, трубы – все от этого надо держаться подальше. Во время грозы избегайте открытой местности. Молния бьет в самую высокую точку. Одинокий человек в поле – это и есть та самая точка. Также держитесь подальше от водоемов. Часто молния бьет в их берега. Опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, ехать на машине и прятаться от дождя под временными сооружениями. Временно сооружение надо вообще стороной обходить. Зашли вы в какой-то там, решили переждать. Ну, считайте, что вы себе купол неприятностей создали. Могут и доски полететь, и куда полетят. Доска уже может принести травму. Если молния ударила человека при вас, окажите ему посильную помощь. Сотрудники МЧС рекомендуют перенести его в безопасное место, уложить на спину и повернуть голову в сторону. После чего делать искусственное дыхание и массаж сердца до приезда медицинской помощи. Если есть ожоги, их необходимо обильно полить водой. Обожженную одежду снять, а затем пораженное место прикрыть чистой тканью. Музей Лавяного Солдатика почти готова композиция, посвященная сражению в Москве 4 ноября 1612 года. Здесь представлены как польские войска в таком достаточном количестве. Вот кавалерии выскакивают из стен Кремля. Это прямо в старинном фильме, кто смотрел «Минный пожарский». Там этот эпизод показан очень достаточно качественно. Работать над созданием диорамы Вячеслав Лапашов начал несколько месяцев назад. Весной, в период строгой самоизоляции, он вместе с дочерью делал декорации. Что-то смастерил из подручных средств. А вот заготовки для стен Кремля пришлось заказывать в интернете. Из нее мы сделали московский крем. То есть склеили, деревянно насместрили, покрасили дома. И вот теперь она здесь. Ну, конечно, немножечко, совсем немножечко доработки требует. То есть это установка куполов. Не куполов, а шатров на стенах. Но на самом деле вот уже практически готовые изделия. И чуть-чуть немножко подработать вот почву. Потому что здесь просто пенопласт. Там уже будет и земля, там будет и трава. Три полки одного из стеллажей посвящены параду победы, который прошел на Красной площади 24 июня 1945 года. В строю замерли пехотинцы, летчики, моряки и подводники. Есть фигурки командующих войсками. И даже Сталина. В планах сделать экспозицию, посвященную событиям 8 мая 1945 года в Берлине. Штурм именно Рейхстага. То есть у нас уже есть оладянные солдатики. Они уже закуплены. И именно вот атакующие с красным знамением. Большая диорама, посвященная Бродинскому сражению, тоже пополнилась новыми миниатюрами. Количество фигурок военнослужащих обеих армий перевалилось за две тысячи. Теперь эта экспозиция все больше соответствует строкам Лермонтовской поэмы об этой битве. Смешались кони и люди. Особый формат тренировок в режиме повышенной готовности. Несмотря на отмену большинства соревнований, спортсмены продолжают индивидуальные тренировки. До открытия спортивных залов они занимались на улице и дома. Поддерживать себя в хорошей физической форме им помогали подручные средства и надежды на скорые соревнования и предстоящие победы. Максим Кистанов победитель и призер всероссийских и международных соревнований по легкой атлетике. За его плечами сотни забегов. К каждому из них спортсмен готовится основательно. По словам Максима, в период пандемии тренироваться было сложно. Ему приходилось уезжать на тропу здоровья, чтобы избежать штрафов за нарушение режима самоизоляции, которые ему могли выписать полицейские. Нас это как бы сильно не пугало. Мы на свой страх и риск выезжали на тренировки, проводили. Сегодня всем спортсменам разрешили тренироваться на открытых спортплощадках. По словам Максима, это отличная возможность подготовиться к серьезным соревнованиям, которые начнутся в августе. 2 августа будет чемпионат, не чемпионат, а забег РФ, он сейчас называется, где я побегу, я полумарафон. Затем у нас будет 14 или 15 августа в Казани соревнования, тоже там побегу или полумарафон или 10. И уже в конце августа самарский марафон. В планах у Максима установить для себя новый марафонский рекорд по легкоатлетике. Для того, чтобы добиться цели, спортсмен каждый день пробегает больше 20 километров со скоростью 18 километров в час. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова